С начала летних каникул на территории района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В двух случаях виновниками аварии стали несовершеннолетние. Чтобы еще раз напомнить юным славянцам о правилах дорожного движения в школьных лагерях дневного пребывания, проводятся уроки безопасности. В лагере дневного пребывания, который работает в 4-м лицее, урок безопасности для ребят провела инспектор по безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Славянскому району Юлия Василенко. Она рассказала ребятам о том, как правильно переходить дорогу на светофоре и пешеходном переходе, что нельзя делать вблизи проезжей части, что в машине всегда нужно ездить в детском кресле. Особенно подчеркнув, что любой человек, взрослый или ребенок, водитель или пешеход является участником дорожного движения, а значит обязан соблюдать правила. Существует три категории участников дорожного движения, и все вы ими являетесь, несмотря на ваш новый возраст. Первая категория участников дорожного движения является пешеход. Вы все являетесь пешеходом. Выйдя из дома, направившись на прогулку, либо в школу, идя со школы домой, вы все являетесь участником дорожного движения. Пешеходов правила просты и понятны. Пешеход имеет право передвигаться только по тротуарам. Переходить дорогу пешеход имеет право только по пешеходному переходу. Мы называем его часто «зега». В ходе урока дети смогли задать интересующие их вопросы, уточнить те или иные правила дорожного движения. Такие занятия с участием сотрудников ГИБДД заставляют детей более серьезно относиться к правилам поведения на улице, учат ответственности и внимательности на дороге. Мы учили знаки дорожного движения. Нам технику безопасности каждый день рассказывают. Рассказывают, что аккуратнее будьте дети. Это нам все рассказывают, доносят каждый день. И знаки мы все учили. Мы будем аккуратнее и будем следить за правилами дорожного движения. В период летних каникул для школьников проводятся не только уроки безопасности, но и разнообразные акции и викторины, основная цель которых – напомнить правила дорожного движения, а значит – сохранить жизнь и здоровье детей. Зачастую не только в образовательных организациях проводим профилактические беседы. Мы часто выходим в парк, в места массового скопления детей, где детям раздаем наглядную агитацию, рассказываем, показываем, как правильно переходить дорогу, какие последствия могут их ждать, если они нарушат правила дорожного движения. Дети очень внимательно всегда слушают, и с детьми надо, и нужно разговаривать. Но в первую очередь я хочу обратиться к водителям и попросить вас быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. Примером для ребенка всегда является взрослый, поэтому важно самим родителям соблюдать правила дорожной безопасности и, конечно же, буквально в ежедневном режиме напоминать о них своим детям. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».